Доброе утро, мои дорогие, мои любимые, мои хорошие, мои горячие телезрители! Почему горячие? Потому что бутерброды у нас сегодня именно такие. Ну что, приступим. Я беру колбаску на крупной терке, не заморачиваясь, сейчас ее натру. Следом после колбаски идет твердый сыр. Это может быть абсолютно любой сыр, на ваше усмотрение. Но я все-таки рекомендую какой-нибудь соленый сыр. И чем больше у него жирность, процент жирности, тем лучше он плавится. Это имейте в виду. А вот картофель я все-таки натру на отдельную тарелку, потому что хочу избавиться от жидкости, которую дает картофель. Этот сок мы из картофеля прям руками выжимаем и отправляем картофель в общую тарелку. Далее морковка и репчатый лук. Далее куриное яйцо. Одного будет достаточно. Разбиваем. Добавляем столовую ложку пшеничной муки. Добавляем столовую ложку майонеза. Майонез у меня торговой марки МЖК «Провансаль». Этот майонез приготовлен из сырья российского производителя. Он приготовлен из натуральных ингредиентов. Майонез у которого небольшой срок годности, поэтому нет смысла закупаться им впрок. Просто идем в любой магазин и приобретаем. Как удобно, что он есть практически везде в пределах нашего региона. Нужно тщательно перемешать. Добавить соль, перец. Далее из багета мы делаем основу для наших бутербродов. Сковородку разогрели, добавили туда растительного масла. Все это сделали предварительно. Подготовили багет. Теперь выкладываем начинку. Хорошенечко постарайтесь прижимать к багету эту самую начинку. Ну и теперь начинкой вниз выкладываем все это на сковородку. Каких-то 10 минут и горячие бутерброды уже на столе. Их, кстати, можно и на завтрак, и на обед, и на ужин. Да когда угодно, пожалуйста, готовьте. Правдин приготовил, приятно подкрепиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!